всем привет дорогие друзья с вами фростик и сейчас я постараюсь вам рассказать и показать какие лучше машинки купить покупать а какие лучше не покупать для каких-либо гонок все гонки делятся на несколько классов то есть вы видите сейчас всю таблицу это там стриткар внедорожник суперкар алины и гоночные и рано или поздно перед вами встанет такой вопрос выбор какую машину для какого класса лучше использовать как и в любой другой мимо rpg игре здесь есть некий дисбаланс и сейчас я хочу вам про него рассказать стриткар лучше всего например стриткар лучше всего использовать ну например мини купер эта машина очень легкая очень маленькая рвет и мечет ее почти не заносит входят повороты отлично и с места очень хорошо набирает скорость очень часто в пвп событиях мини купер занимает первые места в категории стриткаров не вообще некий дисбаланс то есть есть некоторые машины которые до реально победить на них но если вы врежетесь там или соберете забор то все вы считай на дне и из этого дня дна не подымитесь на том же мини купере среди стриткаров вы можете собирать вообще все заборы все стенки и всю встречку до катиться до последнего места и потом ближе к финишу снова ехать первым и выиграть гонку в итоге вот такой вот дисбаланс бывает и мини купер стриткарах именно такой стоит обращать внимание на все характеристики машин потому что они немало играют вообще свою роль среди ну вообще физика здесь разную всех машин хоть и говорят что здесь машины утюги можно частично согласиться с этим что они утюги потому что ну чем тяжелее машина чем тяжелее тем тяжелее и управлять например если сделать вот этот вот додж ран стриткаром то вы просто замучитесь на нем ехать хотя он хотя он будет выглядеть красиво на него очень много тюнинга и вообще прикольно я покупал эту игру по предзаказу поэтому у меня шли сразу бесплатные машинки вот эти вот первые 4 додж бмв за 4 стрит эдишен мини купер и додж челленджер и еще по моему еще какие-то шли мне в подарок честно сказать уже не вспомню но в общем мне по предзаказу достались это машины эти машинки поэтому я на них покатался попробовал некоторые мне понравились некоторые нет также в стриткары могу посоветовать бмв z4 только не стрит эдишен который идет по предзаказу а вот это вот которую я купил себе и использую для ралли она лучший вариант для ралли и лучший вариант для стриткара объясню почему эта машина рвет просто с места набирает большую скорость и это дает вам некое преимущество на трассах где очень много поворотов а таких трасс просто нереально огромное количество вас может перегнать только какой-нибудь мини купер или но иногда видел что nissan skyline меня перегонял все во всем остальном бэха просто будет улетать вперед и все только свищи свищи поэтому по стриткарам советую вам купить бмв z4 или кататься на это мини купере вообще конечно я играю в the crew и выбираю машины больше по красоте чем по характеристикам то есть например я купил себе альфа-ромау который проигрывает вообще почти всем машинам хотя у него хорошая управляемость тем не менее если хотите набить ранг или просто выигрывать пожалуйста мини купили бмв z4 по поводу внедорожников внедорожников здесь доступно не так много я изначально катался на дочь челленджера как на котором я в принципе всю игру и прошел прокачался до 50 уровня потом только я начал покупать машины пробовать из-за своих друзей которые тоже начали рыскать какие машины лучше какие хуже дочь челленджер отличный вариант для внедорожника потому что хоть он тяжелый он прет как поезд у него очень много кабул под капотом он очень хорошо рулится очень хорошо поворачивает и у него максимальная скорость самая высокая из всех которые здесь доступны внедорожники скажу я вам так также я себе купил гранд чироки довольно прикольная машинка красиво но что-то как-то единственный плюс этой машины она гораздо тяжелее чем тот же дочь челленджер но и когда я сшибаю там всякие заборы или там не знаю въезжаю в какую-нибудь машину ему пофигу скорость скидывается всего километров на 20 на 30 которые он довольно таки быстро добирает потому что тоже очень много кобыл под капотом он красиво тюнингуется для него очень много всякого обвеса раскрасить диски поставить и хороший выбор но не лучший скажем так можно конечно секретную машинку собрать заморочиться будет хороший внедорожник но я вам советую взять внедорожник skyline очень скажем так неординарный выбор но эта машинка именно в этой категории просто имбовая то есть как купер в стриткарах так здесь skyline на внедорожниках он себя ведет как гоночная машина то есть по бездорожью ездит как по асфальту и это делает эту машину просто непобедимый на ней можно сшивать забор и можно там не знаю нечаянно сократить не так вернуться на трассу и опять же догнать соперников перегнать очень часто в пвп ивентах выигрывают на внедорожье skyline постоянно это вижу просто уже это бесит поэтому как то так еще есть вариант купить 370 z но они я расскажу вам чуть позже эта машина достойно отдельного внимания также конечно можно и обратить внимание на mustang но про него я тоже пару слов скажу в конце видео про внедорожники я сказал дальше идем суперкары суперкары пожалуй самая популярная категория в этой игре я даже собрал себе секретную машинку суперкар япнул ее купил все все детальки почти все 50 уровня прикольно выглядит но не лучший вариант то есть среди авентадоров всяких там поганий вы будете постоянно в жопе просто в конце плестись и вообще забудете про то что вообще можно выигрывать я купил себе la ferrari за миллион сто ну миллион восемьдесят она по моему там стоит на первый взгляд это просто должна быть самая крутая тачка из всех то есть по сути она стоит очень много там к был под капотом немерено то есть там 960 к был в базовый и по моему разгон 3 секунды ровно до 100 в базовый то есть по сути под тюнингом она должна быть вообще непопедимая но это не так да она рвет меч и да она очень красивая у нее очень стрёмный салон из кабины ездить очень неприятно и на деле напрямую только она рвет всех а здесь очень много трасс где вам приходится постоянно тормозить и эта машина просто ну не так быстро набирает скорость как должна на прямой да на ней вообще спокойно перегоняя абсолютно всех она прет как поезд причем вообще рвет и мечет но на поворотах она очень плохо вообще себя чувствует в суперкарах я могу вам посоветовать две очень имбовые машины которые в пвп постоянно покупают это две ламбо и к тому же к сожалению их здесь три такие красавицы то есть ну по сути 4 одна старенькая но и и мы не берем в расчет вот она есть супер легера моя любимая которую я скорее всего себе куплю на мой взгляд она самая красивая и самая прикольная но она не тащит советую вам купить марселагу или авентадора вот они все стоят 567 тысяч все ламбо и эти машины просто если она есть в пвп то есть если кто-то выбрал суперкар и кто-то выбрал эту машину даже если она будет в ней максимального уровня там например тысячи сто против там вашей тысячи триста ferrari она спокойно вас порвет потому что у нее разгон и мощность гораздо больше на полноприводная то еще не 4x4 и даже собирая все машины все встречки все заборы вообще все она приедет первой вообще в любом случае даже на прямой с la ferrari она примерно едет на одном уровне в начале она набирает скорость быстрее но если это прям не знаю какой нибудь там прямая шоссе без машин да конечно la ferrari выиграет но очень долго нужно ехать прямо чтобы la ferrari ее догнала это просто лучший вариант это вообще без базара если выбираете себе суперкар копите 567 тысяч и покупайте ее но самая красивая конечно же по гане 585 тысяч просто самая красивая тачка да она тоже пыряют да она классная но с управляемостью нее большие проблемы так же как и у ferrari есть конечно кейнгзек этот швед как меня уже все поправили когда я назвал ее немцам ну и то надо ездить честно сказать нужно каждую машину брать на тест-драйв я на всех катался раз и так уже по 10 перед покупкой постоянно так выбираю он ну очень тяжелый да он тоже придет как ferrari да он очень быстрый да он красавец но повороты он очень не любит еще хуже чем тоже ferrari к тому же у него цена больше чем миллион сто ну вот такие вот пироги bentley брать тем более категорически не советую есть еще вариант взять за 556 тысяч mercedes-benz sls потому что из него можно сделать и суперкар гоночную но не знаю это уже на ваш выбор он тоже красивый он тоже быстрый мне нравится его управляемость но у него проблемы опять же с разгоном с места он очень-очень медленный авентадор просто улетит и все идем дальше дальше раллийные про раллийную я уже сказал можно конечно взять руфу которая здесь прям есть чисто для ралли вот она но она очень как бы это сказать легко то есть и они обе здесь очень легкие очень пруда очень быстрый напрямую вы мы на аэропорту мерились она даже сделала мою ferrari но тем не менее ралли из нее делать это не очень разумно вон например шевроле сильверада даже лучше будет чем это руфа советую для ралли взять bmw z4 опять же которую я себе сделал под стриткар которая идет не по предзаказу а именно где она тут skyline вижу вот она bmw z4 вот я сделал из нее ралли объясню почему у нее самая высокая максимальная скорость все раллийные гонки имеют очень длинные прямые где по кочкам по горкам вы летаете прыгаете у нее очень мягкая подвеска очень большая скорость и там если даже вы едете восьмой из восьми проехав эту прямую вы можете в топ-3 выбиться а то и вообще первым ехать это вообще без базара лучший выбор выбирайте себе раллийную машину берите z4 и а пойти ее как ралли мы сравнивали ее со всеми раллийками поэтому это лучший выбор для ралли сто сорок шесть процентов единой россии что касается гоночных машин здесь у нас у всех мнение разделились я ну не знаю как тут вам что-то посоветовать лично моя машина любимая это dodge вайпер который покупается за сто юплеев в этом лаунчере их ним фирменным он самый классный самый быстрый самый у него хорошая физика управляемость в целом он вообще клёвый но вообще я могу посоветовать к покупке например chevrolet corvette zr1 то есть я даже записывал видео про него он очень быстрый очень напрямую просто я не знаю по моему да да я на нем ехал там 400 километров в час и просто слов нет он очень быстрый очень классная физика классная машинка и также могу посоветовать вам ford gt 2005 и проблема в том что он стоит всего 227 тысяч по сравнению с corvette там за 567 тысяч там dodge вайпер на которой надо сто юплей втратить где-то их копить там ачивки эти делать дурацки эту машину можно купить за 220 тысяч и когда вы посмотрите ивенты то есть вот эти мировые рекорды где мы ставим то есть квесты на умение или как их еще назвать эту машину можно встретить очень так часто например на слалами там на максимальной скорости на прыжках эта машина самая управляемая самая шустрая самая прыгучая тоже отличный выбор особенно если вам не хочется тратить очень много денег эта тачка мне очень нравится она очень классная очень хорошо тенингуется очень ее можно разрисовать не знаю я очень не хотел ее покупать и зря и только в последний момент вот когда под конец уже игра нам начинала надоедать я ее купил и очень пожалел что я ее раньше не купил что еще могу из гоночного посоветовать вот я купил альфа ромео тупо из-за красоты он клевый красивый да пару слов про nissan 370 z и про ford mustang обычный сейчас я их найду они где-то были рядышком а пару слов про хаммер хаммер если взять его на тест драйв у него разгон до сотки 13 секунд то есть тупо когда вы будете доезжать до следующего поворота вы даже не успеете разогнаться до 100 километров в час но если вы сделаете из него ралли или суперкар и тюнингуете его это будет просто космос он можно сказать дисбалансный тоже читерский и у него цена была 960 тысяч теперь он стоит миллион все эти цены можно занизить в навыках то есть в талантах ну а о талантах я тоже отдельное видео сниму расскажу что лучше качать а что нет и как вообще ими пользоваться но просто хаммер здесь не надо смотреть то что он не поворотливый огромный ужасный салон он стоит того если у вас есть лишний миллион завалялся покупайте тюнингуйте делайте из него и суперкар и раллику так идем к нашей nissan 370 z вот она эта игра о игра говорю машина просто максимальный дисбаланс который вообще может быть я не знаю просто вот мы втроем играли в закрю в основном я думаю те кто смотрели мое видео про закрю уже знают как мы там угорали у нас там есть один товарищ орел он у нас ездил постоянно на nissan 370 z хотя он уже там себе набрал машины и погани любимую и руфу но он постоянно ездит на nissan 370 z и выигрывает абсолютно везде то есть неважно суперкар это ралли внедорожник стриткар гоночные везде при том условии что его машина вообще не апнута то есть он он ездит там 1220 что ли или 1180 и выигрывает наши машины которые у нас там под 1290 это и вообще максимальная думаю те кто видели драк рейсинг видели как она себя ведет то есть на даже ну то есть на не асфальтированной дороге она рвет ла феррари на аэропорту она тоже почти порвала ла феррари то есть под конец только ла феррари себя реабилитировала потому что ее максимальная скорость больше чем у 370 z тем не менее 370 z стоит всего 22000 ее можно тюнинговать как вам захочется и она универсальная подходит абсолютно везде с отличной физикой на ней можно ездить сокращать собирать заборы дома сшибать вообще всю и всех на своем пути и вы будете выигрывать все равно очень имбовая машина поэтому тоже наверное советую к покупке себе я ее точно прикуплю форт мустанг 2011 года тоже универсальная машина за 22000 которая просто нереально прет у нее очень много кобыл под капотом при том условии что она достаточно легкая тоже во всех классах я видел везде форт мустанги которые тащат но 307 z конечно почаще встречается все таки эти две машины просто нереальный дисбаланс ну я не знаю честно как сейчас но скорее всего когда нибудь их пофиксит потому что ну это серьезно это очень бесит едешь ты на машине там за 600 тысяч в которую ты вложил еще 300 тысяч и тебя перегоняет какая-то 370 z за 20000 и вообще я не знаю как это назвать ну вот такие вот пироги вот такая вот ситуация на данный момент в за крюс машинками все вот эти вот раритеты шелби там Крайслеры импалы они очень красивые безусловно но по характеристикам и даже под тюнингом они так себе хоть ты тресни выиграть на них очень тяжело но ну вот так вот в общем форт 2015 года это эксклюзивная машинка которой еще вообще нету тоже чисто для красоты купить ее покататься чисто для коллекции это уже чисто когда вот вы уже все купили все сделали машины основные сделали для каждого класса то можно уже выкупать потихоньку все машины подряд и собирать коллекцию на них кататься потихоньку и в принципе вот весь смысл за крюс кататься с друзьями кататься на новых крутых машинках ведь все равно в жизни эти тачки фиг купишь фиг на них накопишь блин стоят как две квартиры ну думаю на этом можно заканчивать подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии что вы думаете о балансе дисбалансе в за крюс на каких машинах катаетесь вы и какая ваша любимая машина в за крюс подписывайтесь на меня в инстаграме в твиттере задавайте вопросы в аск не забываем заходить на мой сайт пока пока